Практически каждый день россияне выступают против войны. Своё несогласие выражают самыми разными способами. Одни поджигают военкоматы, как, например, супружеская пара в Подольске. 70-летний мужчина принёс канистру с бензином, намочил им тряпку, поджёг её и положил на окно. Его 76-летняя супруга снимала происходящее на видео. Другие же выходят на одиночные пикеты. На антивоенных протестах за этот год задержали почти 20 тысяч человек. А число уголовных дел приближается к четырём сотням. Телеграм-канал «Первый отдел». Несмотря на репрессивную политику Кремля, россияне продолжают выступать против военной агрессии России. Так, экс-глава Омского альянса врачей Ольга Белова не только лишилась работы, но и против неё завели уголовное дело о фейках российской армии. Женщина активно публикует антивоенные посты, а также выходит на одиночные пикеты. Становится всё больше россиян, которые выехали или планируют покинуть Россию. Навязываемая пропагандой и Всероссийским центром изучения общественного мнения о том, что значительное число россиян одобряет войну и лояльны к Путину, опровергается фактами. Ведь этот год, рискуя здоровьем и свободой, десятки тысяч граждан словом и делом протестовали против войны, а сотни тысяч несогласных с ней покинули Россию. Количество новых выданных загранпаспортов выросло на треть – с 3,5 миллионов до 4,8 миллиона за 11 месяцев года. Телеграм-канал «Можем объяснить». Социологи уверены, рост протеста в России связан с усталостью общества от постоянного давления кремлевского режима. Я уверена, что те очень, если мягко сказать, неожиданные события, резкие, агрессивные, они обязательно ослабнут. В следующем году будет поворот к лучшему. Согласно опросам, 70% россиян поддерживают войну, развязанную их государством на территории Украины. Но эти данные нельзя назвать объективными, поскольку большинство российских граждан сейчас не отвечают правдиво. Штрафуют абсолютно за все, за любое высказывание, которое расценивается как антивоенное, за высказывание, которое расценивается неугодное российскому правительству по антивоенной позиции. Мы даже видели дела, когда, например, человек писал в посте слово «спецоперация», набрал его в кавычки, и ему вменяли, что он неуважительно относится к этому термину, а значит высказывается против действий российских военных в Украине. В Кремле опасаются антивоенных настроений, поскольку разочарование россиян так называемой спецоперации растет. Для этого режим ужесточает законодательство. Накануне Нового года Путин подписал закон, который запрещает митинги у зданий государственных органов, высших учебных заведений, школ, больниц, церквей и ряда других объектов. При этом ожидается, что в 2023-м в России начнется вторая волна мобилизации, уверены политологи. А это может привести к новой, более сильной волне протестов.